Ё-моё, мы с тобой походу на месте, Тимка, приём, как ты меня слышишь? А, Тимка? Ой, да, Шедди, приём, я тебя слышу. Я вижу остров, но... Слушай, у меня себя истребитель как-то странно ведёт. Приём. Да, приём, Тимка, что именно происходит? Я не знаю, у меня с датчиками что-то. Ой, Шедди, я экстренно снижаюсь, помоги! Нет, я катапультируюсь. Тимка? Тимка, приём, ответь, ты меня слышишь? Тимка? Так, это мне сейчас вообще не нравится, почему именно возле этого острова? Тимка, ещё раз тебе говорю, если ты прикалываешься, то это очень-очень плохая ситуация, ты понимаешь, я на истребителе. Я сесть никак не смогу на этот остров. Тут даже взлётно-посадочной полосы нет, приём. Ах, что же делать? Ладно, придётся как-то сажать истребитель. Так, спокойно. Спокойно, я это сделал, только у меня истребитель продолжает куда-то на бок переваливаться. Ах, его прямо в воду уносит, но я уже не могу, у меня с шасси все застряли. Ах, ладно. Что же случилось-то только с Тимкой, главное, чтобы живой был. Тимка, приём, как ты меня слышишь? Приём, Тимка. Твою-то налево. О, хотя бы камера работает. Друзья, приём-приём. На связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня вместе с Тимкой мы испытывали наши новые истребители, но, к сожалению, вы сами всё слышали. В результате полётов случилось что-то непонятное, и Тимка почему-то, ну, можно сказать, потерпел крушение. Его истребитель действительно вышел из строя. Надеюсь, что с ним самим сейчас всё в порядке. И мы с вами отправляемся на его поиски прямо сейчас на этот необитаемый остров. Но проблема в том, что нет связи, ребята. А вы мне сейчас можете просто безумно помочь. Снизу сейчас появилась полоска. С каждым лайком эта полоска будет потихоньку продвигаться. И как только она заполнится до самого конца, то связь восстановится, и я снова смогу связаться с Тимкой. Так что, ребята, не ленитесь и обязательно прямо сейчас не забудьте поставить лайк под этим видеороликом. Но если вы находитесь на этом канале впервые, то жмите на кнопку подписаться. Но мы с вами продолжаем. Эх, что же делать? Тимка, приём! Так, я вижу, что уже давным-давно всё заполнилось. Так, Тимка, приём, ты меня слышишь? Лошади, наконец-то! Да, я тебя слышу. Ты что, приземлился, что ли? Приём! Да, Тимка, приземлился. Это отдельная история. Что с тобой? Жив-здоров, всё в порядке? Да, всё в порядке. Я в каком-то маленьком деревянном домике. Попробуй меня найти. Я, правда, не знаю, но я на берегу где-то нахожусь. Вроде бы остров не особо большой, так что, может быть, ты найдёшь меня? Я тебя найду. Слушай, а там у тебя поблизости... Блин, я забыл кнопку нажать. Да, Тимка, я тебя найду. Слушай, а... Больше ориентиров нельзя? Приём. Ой, не могу, Шейди, подожди. Тут кто-то ходит рядом. Ничего не говори пока. Ладно. Так, ладно, я не буду даже сигнал нажимать. Короче, ребят, пойдёмте выдвигаться. Чё-то непонятное явно на этом острове происходит. У меня с собой катастрофически мало еды. Вся, кстати, еда, весь запас еды был именно у Тимки. Так что... Так, что это такое вообще? Смотрите, тут почему-то везде вот эти верстаки плавают. Кстати, разбитый корабль. Мы с вами ещё когда летели, я его тоже заметил. И тут какая-то непонятная железная конструкция. Что это за такое вообще тут находится? Что за... Этот остров точно необитаемый вообще? Что это такое? Ладно. Нет, Тимка сказал про деревянную конструкцию. Это какое-то металлическое... Кольцо. Ух ты! Тихо! Это... Кто такие? Это же спикермены! Что вашу... Ну-ка... Где он? Вот он. Прямо слева от меня. Тихо, тихо, тихо. На тебе, получай. Двойка назад, иди туда. Есть. Отлично. Что это за место? Что это за красные штуковины такие с кнопками? Непонятно. Кстати, Тимка почему-то даже на связь не выходит. Хотя он же слышал мою пальбу. Чё-то здесь явно не то. И здесь огромное количество скелетов. Так, есть какие-то рамки непонятные прямо возле стены. Но для чего они нужны, я даже малейшего представления не имею. Что за место вообще? Я не понимаю. Так, тут правда вот есть сундук какой-то. Ой, и книжка. С чем-то написанным здесь. Так, что это? Любой попавший на этот остров не выберется отсюда живым, если не победит мутанта Спикермена. Чтобы его призвать, нужно найти три статуэтки Титана Спикермена. А затем зажечь лампы. У меня не получилось. Чего? Как он может нам... Хотя да, у нас же истребители. Были бы у нас вертолёты, мы могли бы хотя бы вот с этого железного круга отсюда улететь. Но у нас же истребители. Ах, ёшкин матрёшкин. Мы сами себя загнали в гигантскую ловушку просто. Так, лук и семь стрел. А, я кажись понял. Этим луком мне нужно попасть вот по этим деревянным кнопкам. Но перед этим мне нужно найти три статуэтки, чтобы призвать Титана, а вернее к мутанта. Именно не Титана, а мутанта Спикермена. Что за брит вообще? Так, я, пожалуй, сюда поставлю вот этот компас. Чтобы это место не терять, я буду на кнопку нажимать, и меня будет сюда побыстрее переносить. Передовые технологии как-никак. Так, книжку пока отложу. Ладно, это всё, конечно, всё круто, классно и интересно, но мне нужно Тимку найти вообще-то. Мне нужно искать какое-то деревянное здание на берегу... На берегу моря. Вот, к примеру... Кстати, вон то здание очень даже подходит под описание. Это, по-моему, первое здание, которое я вижу. А вот, получается, кто шумел возле Тимки. Это Спикермен, они пытаются к нему пробраться. Так, ладно. Без паники, сейчас я с ними разберусь. Я с этими чуваками на арене разобрался, и сейчас с этими тоже без проблем разберусь. Так, вот он целится, прямо целится. Куда он пошёл? Куда он делся-то оттуда? Это кто? Ещё один стоит. Так, ну-ка. Он, походу, увидел меня. Да, так оно и есть. Они меня спалили, их тут двое. Так, один справа, получается, вроде в кустах ещё был. На тебе, получай ты, Спикерменчина. Есть. Справа? Ух ты, нифига он куда залез. Так, ухожу под воду, ухожу под воду. Так, на тебе, по твоей колонке прямо. Отлично. Тимка, ты здесь? О, Шэдди, это ты. Я в деревянном здании, заходи сюда. Что там происходит на улице? Сейчас, секунду, погоди, Тимка, проверю территорию повнимательнее. Так. По-моему, чисто. Ты как? Ох, наконец-то, Шэдди. Наконец-то. Я порядок. Правда, нога прям побаливает, идти толком не могу. А кто это были там? Ой, Тимка, слушай, мы с тобой попали, как бы это сейчас смешно не звучало, на остров Спикермена. И чтобы отсюда выбраться, нужно призвать его, найти три статуэтки Титана Спикермена, победить его, и тогда мы отсюда выберемся. О, Шэдди, я-то хоть ногой ударился, а ты, походу, головой где-то шибанулся там. Ты как сажал-то истребитель? Так, Тимка, я, если даже хоть и головой, может быть, ударился, но всё, что я тебе сейчас говорю, это абсолютно правда. Ладно, верю, верю, а смотри, что я нашёл. Тут какие-то фотографии на стене, какие-то места изображены, три фотографии. Кстати, ты говорил, по-моему, про три статуэтки? Может быть, это местоположение этих статуэток находится там, где эти фотки, то, что на них изображено? Ну, возможно, кстати. Так, но ты же идти не можешь. Давай ты тогда останешься здесь, только знаешь, в чём проблема? У тебя же ящик с едой был? Был-был, я его с собой затащил, он у меня за спиной. Там, кстати, карта лежит, этого острова, я её тоже нашёл. Может, она тебе понадобится? Да, она мне очень сильно даже понадобится. Ладно, Тимка, это всё остальное тебе тогда, весь хлебушек? Ещё одну буханочку дай пополам, поделим 10 на 10. Так, немного попить и давай карту посмотрим, что на ней изображено. Так, на ней изображено, кстати... На ней изображено вот это металлическое кольцо, вот этот круг железный. Это место призывает Титана Спикермена. Или Мутанта, кто он там, я не понимаю. Ладно. Короче, знаешь, Тимка, я, пожалуй, вот эти фотки у тебя возьму, и я буду пытаться по ним следовать и искать похожие места. Конечно, забирай. Ладно, Шедя, если что, на связи. Вот, если они снова придут, я тебе дам знать. Да, конечно. Если чё, всё, телеграфируй там. Удачи! Так, ну чё, погнали. Мне нужно найти три места, и, видимо, Тимка прав. В этих местах находятся как раз-таки те самые статуэтки, скорее всего. Правда, вот, ну что здесь изображено? Лианы и песок. Где я видел песок, а где я видел лианы? Песок здесь с лианами, они везде. Песок на берегу. Есть деревья на берегу. Они тоже заросшие. Что, где мне искать, вообще не понимаю. Это как иголка в стоге сена. Только как три иголки в стоге сена. В стоге сена. Точнее, на моём месте. Хотя стопэль. Стопэль. Так, погодите-ка секундочку. Так, это... Да что ж такое-то? Это разрушенный корабль, а это у нас... Что это у нас тут такое? Да ладно, серьёзно? Я... Ай! Ай! Ё, меня чуть не столкнули в эти лазеры. Меня бы пополам разрубило бы, если я туда упал. Ах, вы ж спикермены какие хитрые, а, тут собрались. Ничего себе. Капец. Я на секундочку вообще забыл о них. А я сейчас мог свалиться прямо туда и поджариться на этих лазерах. Так, ну чё, я спускаюсь туда, получается. Мне тут никак по-другому не обойтись. Ё-моё, чё делать-то? Как бы... Эть, не поджар... И чего? Так. Так, ладно, спокойно. На них можно встать, найти лазеры вот так. И можно пройти. Здесь лечь, упасть, и я внизу. Отлично. То, что я внизу, это, конечно, классно, но... Как я буду отсюда влезать, эта история совсем уже другая. Так, ну-ка. Я боюсь то, что я здесь не пролезу, короче. Я попробую сейчас перепрыгнуть, может быть, здесь. Ать, есть, получилось. Я на всякий случай аптечку достану. Так, здесь можно ползком спокойно пройти. Кстати, вот я и прошёл. Фух, повезло-повезло, но это пока только первое место, так что радоваться особо нечему. Так, берём фигурка Титана Спикермена. Хм, вот она та самая. Кстати, я только что думал, как я отсюда буду влезать, я совсем забыл. Я же поставил компасом специальную точку, чтобы можно было отсюда вылезти. Так что через эти лазеры мне идти не придётся. Я сейчас на него нажму, и окажусь прямо на этой арене. Вот и отлично, вот и отлично. Ха, а вот, кстати, и корабль. Пожалуй, раз уж это место мне уже известно, я отправлюсь именно на него. Да, тот самый корабль, который я видел ещё с самолёта. Погнали. Так, ну это было несложно. Это было несложно. Я очень сильно опасаюсь, что вот этот финальный батл против этого Титана Мутанта, кто он там не был, будет сложным. Это, кстати, мой истребитель там. Хотя, в принципе, если попробовать, то можно как-нибудь боком разогнаться по этому песку и взлететь по касательной... Но, мне кажется, это очень рисковое мероприятие. Есть. Готово. Отлично. Тут ещё и лодки всякие есть, и тухлятина, которая меня, конечно же, не интересует. Зачем она мне нужна? Так, еда. И, пожалуй, поплыву я лучше сразу на лодке. Так, это мы пока уберём отсюда. И поплыли. Так, Стимка пока со мной не связывается, значит, с ним, скорее всего, всё в порядке. Хотя, через какое-то время, я думаю, что не мешало бы с ним связаться, для того, чтобы точно быть убеждённым в том, что с ним всё окей. Так, ну чё, где тут, может быть, этот сундук? Тот самый. Это, кстати, какой-то пиратский корабль, судя по всему. Так, и я сейчас попробую вот сюда вот сползти. И мне вот интересно, а сундук тоже будет золотым? Они все золотые, что ли? Так, я тебя вижу там. Так, я так не могу пристрелить. Давайте вот так попробуем сбоку обойти. Опа, опа. Есть. Ха, даже не попал меня. Так, тут у нас хрюни. Ха, кстати, их можно выпустить, чтобы они погуляли немного. О, кстати, стойте, арбузы. Арбузы это штука полезная. Еды у нас мало, лететь нам далеко. Когда мы отсюда выберемся, тоже непонятно. Так что, пожалуй, арбузики я с собой все-таки заберу. Так, ой, и пшеницу можно забрать, кстати, заодно, да? Хлеб можно наделать из нее. Но это уже немного попозже. Я сейчас должен сначала найти все эти статуэтки, а потом уже думать обо всем остальном. Все, я думаю, что столько мне хватит. Можно сразу в пшеницу все это дело переработать. Все, хлеб уже потом буду делать. Что такое? Моркови у меня нет. Даже не про сих, к сожалению. Была бы, я бы с тобой, естественно, поделился бы. Так, как хорошо, что у меня есть с собой этот замечательный крюк, потому что с его помощью я могу отсюда вылезти очень легко. Так, ой! Ё-моё! Вот это было неожиданно! Есть! Готово? Готово? О! Я вижу тебя! Я вижу тебя! От меня не уйдешь! Фигурка Титана Спикермена, фигурка номер два, между прочим. Ну что, берем компас тогда и точно так же возвращаемся. Отлично! Осталось последнее и самое сложное. Найти вот это подземелье какое-то. Я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то песочная пещера, которая может находиться просто повсюду. И это самое сложное место, как по мне. Если в том месте, по-моему, было первое место, кстати... Стопы. Ха! Серьезно? Это реально оно! Вот это оно! Это то место! И оно, оказывается, наоборот, находилось прямо все это время у меня под боком. Да ты серьезно? Ха! Изи получается. Так, что у нас тут? Кровать какая-то. Мне интересно, кто эти все люди, которые здесь оказались? Так, и... О! Ну... Да, тут изумруд. Это не статуэтка никакая. А мне нужна статуэтка. И тут ничего нет? Что? Ам... Так, ничего не понимаю. Так, ладно, повнимательнее надо смотреть. Может быть... Подождите, может быть под сундуком где-то вон там, но... Под сундуком я вижу, там явно камень находится. Это значит не то. В печке, может быть. О! Спасибо. Зажаренная ребешка мне не... Мне не помешает. Так, и где же тогда может быть этот сундук? Я... Под ковром, может быть? Ха! Нифига подобного. Нет под ковром ничего. Так, я тогда ничего не понимаю. Я так обрадовался, а теперь понимаю то, что я... Что-то слишком преждевременно, видимо... Обрадовался. Так, стойте. Мне кажется, сейчас или... Как будто бы там еле-еле заметная стрелка нарисована на этой стене. По-моему, да, кстати. Стойте-ка. Да! Вот оно! Только... Так, а что мне делать? Так, пшенечка, извини, у меня тебе много. Я знаю, что это такое. Это, короче... Нужно найти настоящий блок. Таких испытаний я много уже проходил, но сейчас я, конечно же, угадывать не буду, потому что у меня всего лишь одна попытка есть всё это дело пройти. И так что с помощью пшенички я сейчас буду это дело тщательно проверять и только потом проходить. О! Отлично! И назад! Опа! Готово! Третья фигурка Титана Спикермена. Отлично. Так, нет, фотографию, наверное, всё-таки с собой заберу на всякий случай. Так, ну, раз уж у меня всё есть, я сейчас нажму на этот компас. И буду готов вставлять эти статуэтки тогда, получается, и смотреть, что после этого произойдёт. Так, раз, два, три. Так, первая пошла. Хм, прикольно. Так, вторая пошла. Только мне что-то вообще не верится, что кто-то появится. Так, и пошла третья теперь. Отлично. Так, теперь мне нужно попасть, получается, прямо в каждую из этих деревянных кнопок. Я не знаю, откуда нужно стрелять, но я лучше поближе подойду, потому что у меня всего семь стрел. А стрелять из автомата не получится. Кнопка просто сломается, и всё. Эх, я промазал. Есть, попал. Горит, горит. И последнее. Есть! Попал! О! Чё-то начинается! Чё-то начинается! Я только теперь заметил! Посмотрите, это реально... Это реально мутант! Типа... Ё-моё, это... Это действительно не босс Титан Камермен. Ух ты, ё-моё, Спикермен, точнее. Хотя кто знает, кто он такой вообще? Так, ну, по-моему, он особо... Он может хотя бы... Алло? Он меня... Он меня видит или нет? Алло, ты меня... Ну ладно, неважно, короче. Я не понимаю тогда, почему тут... А нет, всё, всё нормально. Всё нормально, тихо. Я пошутил. Ладно, не надо ко мне подходить. Погоди, сейчас я тебя по-быстрому добью и всё. Не надо. Ребят, он меня задевает. Меня, конечно, сейчас броня очень сильно спасает, но... Без брони, я думаю, то, что он меня вырубал бы, просто на раз-два, скорее всего. Так, пока что всё идёт по плану. Так, по голове ему прям... Прямо в эту колонку. Чё это такое трясётся всё время? Какой-то гудёж прям идёт очень сильный. Ё-моё, это в ходу от него этот звук исходит. Давай же, давай же, ещё немного осталось. Пистолет! Давай, ты... Есть! Получилось? Опигеть, у меня 125-й левел. Привет, Шиди, приём, что у тебя там? Тимка, приём! Слушай, ничего тут сложного не было, тут действительно какой-то мутант-спикермен был. Я возвращаюсь к тебе, и нам надо думать с тобой, как улетать, потому что я его завалил, но истребители-то у нас с тобой от этого не починились. Как принял? Приём. Ох, Шиди, понял. Ладно, ожидаю тебя на месте. Сейчас что-нибудь придумаем. Конец связи. Друзья, ну что же, я думаю, то, что мы на этом сегодня с вами будем заканчивать. Вот такое сегодня маленькое приключение у нас получилось из-за того, что мы с Тимкой сначала просто полетели испытывать наши новые истребители, а закончилось это всё на арене на необитаемом острове. Так что, как-то так. Ну, на связи был Шиди Мэн, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике, и всем пока-пока.